В зависимости от размера поражения кожных покровов, процедура может занимать довольно длительное время, но пациент не испытывает никакого дискомфорта. Благодаря новинке процесс заживления ран стал намного эффективнее. Она создана для того, чтобы обрабатывать хронические раны, которые вяло текут, то есть не могут сами зажить. Стимулируем, собственно, репарацию и подтягивание грануляции на ранах, которые хронические, ну, у диабетиков, тросклеротиков, с венозной недостаточности у пациентов. За два месяца использования нового лазера для обработки ран собран уже довольно объемный материал, ведь все результаты лечения документируются. Житель Видного, Владимир Сухий, две недели ежедневно приезжает на процедуру и уже сейчас чувствует разницу. Было, конечно, намного хуже. Было две... Два раза чистили. Но сейчас после того, как делают лазер, намного у него лучше стало. Подобные аппараты используются уже давно, например, в косметологии. Стоит отметить, что этот лазер появился в первом хирургическом отделении ВРКБ благодаря коллегам из Белоруссии. Была два месяца назад там конференция, посвященная всей этой теме. Очень занимательная. Нам показывали презентацию, как оно все работает. И так, собственно, получилось, что у меня нашелся пациент, нужный для данного испытания. И испытания прошли более чем успешно, а результаты удивили и врачей, и пациентов. Учитывая, что процедура проходит без оперативного вмешательства, анестезии и применения лекарственных средств. Изначально я думал, что это больше похоже на, так сказать, на игрушку, которой так побаловаться и отдать. Но за два месяца активного использования убедился, что действительно есть толк в этой установке. Очень хорошо протекают раны, и пациенты тоже довольны очень. Сейчас уже многие наслышаны про лазеры, отказываются от стандартных методов лечения. В настоящий момент уже 10 пациентов ежедневно проходят эту процедуру. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.